Вот этот ход мы пока не предвидели. Идея этого хода в том, чтобы завязать какую-то сейчас уже, я считаю, абсолютно неподготовленную игру в центре. И мне кажется, это просто ошибка, честно говоря, ход конь d5. Не знаю я. Я радикален. Да, я заметил. Да, я радикален, поэтому просто вот непредвзятым взглядом, король на g8 у черных, у белых отличные фигуры, владеется один слон f3, все активно убил, король на e2. И черный начинает с двумя фигурами играть против трех фигур. Даже вот с этой простой точки зрения, мне кажется, это неправильно. Куда это идет этот конь, я тоже не понял. После хода g3. g3, король f8 или король g7. Я, честно говоря, вот это подвешенное положение кн d5, я бы... Он идет на b4 при случае, чтобы как-то немножко... b4 ходом a3 поле навсегда отнимается. Согласен. И этого поля нет. Поэтому после хода fg3 и a3 я не вижу полей у черных вообще. Единственное, что я могу здесь предвосхитить, предвосхитить маневр конь e7 f5 до 4. Тоже возможно. Теоретически возможно, но даже там будет встреча ходом слона e4. Так что ход мне непонятен, честно. Активный ход, но непонятен. Позиция неконкретная, что я могу сказать. Позиция неконкретная. И мне кажется, что конь d5 это не ошибка. Неточность в моем понимании. Трудно мне сказать. Может быть, я не знаю, я не буду делать таких глубоких выводов. Трудно мне сказать, действительно. Я понимаю, те дни, то, что сказал я рел, у хода есть определенные недостатки очевидные. Он правильно сказал, я говорил, что a3, g3 конь ограничивается и находится в подвешенном состоянии. Но одновременно он все-таки немножко сковывает белых. Да, конечно. Имеет хоть какой-то смысл. Так, например, ладья d1 хода тут нету. И закончится 3 шага. Ну, такие вот простые варианты я показывал. Мелкая тактика. Мелкая тактика, да. Но это важно, тем не менее. Например, что еще можно сказать? Немножко действует не то, что на нервы, но так чуть-чуть. А он в консульсах действительно может вернуться или вернуться, или на e7, на f5 тоже возможный план. Я бы не стал... А структуру портить уже кто его знает? А я бы не стал критиковать этот ход. Это, по-моему, ход вполне возможно, на мой взгляд. Ну, у нас должно быть более неправильный. А вот интересно, Тимур, он будет критиковать. Ну, хорошо, а дальше план какой за белый? План нет, а за белый. А вот это сейчас самое интересное. Как додавлено? Нет, это плавный кастрюм, а ты старался весь. И вот я критикую, например. Ну да, ты видишь, что мыслишь глобально. Нет, я слышу, конечно. Конечно же, план у белых очень просто получить выгодную ситуацию, когда ладьи поменять можно будет. Так, вот стратегически. С этой точки зрения сначала надо обрезать коня. Вот ходами G3 и А3. Потом в какой-то момент просто напасть на этого коня так, чтобы не потерять весь материал сразу, чтобы не было конь C3 шахта. Допустим, ладьи с D2 напасть, как-то хитро напасть. Это одна идея. А вторая, может быть, там косвенно напасть. То есть, допустим, ладьи С8, ладьи B8. Напасть уже не на коня D5, а на... А когда ладьи с D8 уже конь C3 прыгнет всегда. Нет, так корни 3 следующего шаха не будет, потому что пешка D висит. Ну, а пешка D тоже защищена. Конь B1, потом пойду. Ну, есть, есть. Нет, я так говорю, что идея как-то напасть на этого коня. Мне кажется, что хоть нормально, тем не менее. Ну, такое мое впечатление. Я не знаю. Я тут не стал бы вообще считать, что это неточность какая-то. Хотя хоть не очевидно, действительно. Режет глаз. Он как-то немножко неэстетичный, действительно. Немножко неэстетичный. Но так, если в них чуть-чуть позицию, мне кажется, что ход вполне нормальный. Посмотрим, во всяком случае. Я думаю, что он не портит позицию черных точно, потому что за них вообще невозможно было предложить какой-то активный план. Любой план, так или иначе, имел бы свои недостатки определенные. А черные все равно вынуждены пассивно стоять в этой позиции. Для этой конь Д5 посмотрим, в общем. Не, ну, ход как-то. Скоро тебе покажет, короче. Я ничего не подставил, да. Материал, с точки зрения материала, материальное равенство на доске. Видно, что Виши недоволен. Недоволен течение матча. Вот это, кстати, очень, может быть, даже грамотную стратегию Гельфанд избрал, что черным обостреляют ситуацию, играют конкретно. Стараются играть как можно конкретнее и рискованно. Но риск для обоих по определенной степени. А Белый, он старается играть без риска на небольшой перевес. Мол, ну, а сделай ничего, попробуй, хорошо. Ну, сделаешь, молодец. А нет, так я крошки попью с тебя. И посмотрим, как тебе это понравится. Вот Виши чувствуется, что Виши это не нравится. Виши, конечно, тоже не новичок. Он прекрасно понимает эту стратегию, безусловно. То есть он тут понимает замыслы коварные своего соперника. Но одно дело понимать, а другое дело бороться с этим. Это разные вещи немножко. Вот. Поэтому пока Гельфанд, вот чисто психологически, пока... Ну, вчерашняя партия, конечно, чудо, что ему удалось спасти. Мы не будем этого забывать. Чудо. Но это чудо должно было ему придать, может быть, какой-то уверенности в себя. Свою звезду, скажем так. Не в себя даже, а в свою звезду счастливую. Я знаю, что Гельфанд достаточно суеверный человек, Боря. Ну, мы все суеверны. Ну, не то, что суеверны, но во время игры, во время турниров и матчей. Мы все в той или иной степени не суеверны. Это тема для отдельного разговора, наверное, да. Нет, ну это, конечно. Даже суеверен — это просто элементарный обобщенный жизненный опыт. Ну, да. Это радикальный такой взгляд, да, на вещи. Не, ну, поимейте в виду, у каждого есть свои наблюдения, что хорошо, что ему плохо. Поэтому все мы суеверны. В какой-то степени, наверное, я соглашусь с Горелом. А вот, скажите... А здесь я свежий ход предложу. Да, да. Ну, G3 — это понятно, ход такой, как бы, чтобы объяснить ребенку, что вот поле в 4, но это контроль. Но если бы такое более, следуя тактике, а надо более агрессивный такой ход, и более, может быть, эстетичный даже, то ход вот эти молодец А4 мне нравится. Потому что здесь идея какая-то. После G3 у черных появляется идея ладей E6 и ладья D6. И как-то преследовать этого короля и как-то резко активизировать. И, допустим, там нельзя на линию C ходить, и, допустим, покажем вариант. Сейчас, секундочку. Ладья C4? Нет, вместо ладья C4 и G3 поставить. Место ладья C4. Сейчас, секундочку. Ладья C4 будет основной наш вариант. G3. Допустим, сейчас ладья E6 шаг. А нужно ли ладья? Нет, ну, я хочу сказать ладья D6. И, допустим, сейчас нельзя убежать на линии C, потому что последует ладья C6 с выигрышем ладьи. Я это хочу показать. А куда-то бежать надо. И поэтому возможно с этой точки зрения пропустить ладью вперед, чтобы сейчас в этой позиции был бы, например, какой-нибудь ход ладья C4. Нет, ладья C4 ход хороший. И с этой точки зрения может ладья C4 ничего не портит. Нет, ладья C4 ход, конечно, хороший. Кто спорит? И с точки зрения конкретики, например, если сейчас... Ну, король F8, наверное, или король G7, вот это выбор. На G7 или на F8? Может быть, на F8. А может быть, на G7 еще трудно сказать. Ну, F8 как-то кажется... Ну, и дальше белый на 2. Дело в том, что важный нюанс очень, что нет хода ладья C4 за шаха. Кроме D3 бьют на... Теряется пешка. Пардон. Теряется пешка на 2, да. Меняется ладей и теряется пешка на 2. И у черных... Ну, черных не лучше, конечно, потому что там дикоактивные король. Ну, и не хуже, как минимум. То есть, страхи позади, скажем так. Да, там будет какой-нибудь... Нища, вероятно все. Вот. Это, кстати, очень важно. Вот это, кстати, плюс к коне D5, на самом деле. Что вот он в такой позиции сковывает немножко белый, как я говорил. Он вроде бы ничего не натакует, но мешает. А3 можно пойти, конечно, здесь. Не, ну понятно, что А3 надо ходить. Ну, дальше в случае А3, например, король Е7. Не, ну здесь можно после А3 король Е7, можно же пойти король Д2, не ошибаюсь. Король Д2 можно пойти, но это еще не смертельно явно. Ну, можно. То есть, здесь есть идея пропустить короля на ферзевый фланг, чтобы он как-то менее уязвимым там был. И поближе к слабости пешки Б6. Когда-то туда двигаться. Можешь подготовить ладя Д4 там постепенно. Посмотреть. А вот я не знаю, на король Е2 вот нет такого прыжка безумного коня, конь Б4, шар, например. Что на король С3? На король С3 может быть даже конь Д3 еще такой ход наглый. Ну и напал на F2 все-таки. Конкретно на Е5 в центр, а что плохого? Может быть, да. Ну так что... Конкретно здесь можно... Конкретно здесь можно... Не, ладя Д4, правда. Не, ладя Д7 и слон Е2 слон С4, там много посмотрите. А, ладя Д4 есть, очень сильный ход. Ладя Д4 есть ход, но, правда, тоже непонятно. Он сильный вроде, но непонятно, насколько. То есть, здесь такой не теряется за счет поля Ж3. Конь его сюда может выскочить. На H1 я имею в виду. Ну да, там какая-то... А если не король Е3, а король С4, ну, черный все-таки лишняя пешка, тут я не знаю. Я имею в виду король Д5, конечно. Конь, наверное, пойдет на Д3, а тут еще... Нет, здесь король Д7 можно встретить. Король Д7 может пойти, да. Нет, нет, здесь... Это не хуже, нормальный у черного смысла. Тут, то есть, конь прыгает при случае. Конь активность, да, я согласен с этим. Поэтому вот в этом плюс хода конь Д5. Нашли, наконец. Еще одну... Нет, ну плюс точно есть. Смысл хода. Лучше всего конь расположен в центре, откуда он контролирует. А кто сейчас через боди думает по-прежнему, да, на входе? Да, боди. Есть еще одна идея. Есть еще одна идея, кстати, конечно. Есть еще одна идея, подготовить вот эту идею с атакой пешки Б. Молодец А8, но для Б8. Ну там Владя стоит на самом деле на Б8 довольно красиво. То есть надо сначала А3 поставить, да. Не, ну мне не нравится Владя на Б8, она стоит достаточно... Владя на Д6 черная как бы... Не, я согласен, я пытаюсь просто... Все контролирует. Искать возможность. Искать, да, искать инструктивные идеи за белых. А это тоже не так просто. Ну еще есть интересное, что-то делать с королевским флангом. Там, в принципе, потенциал у белых какой-то определен. Небольшой есть все-таки. Может, да. Во-первых, как пешки расставить. Ну как вот Илья нам разъяснял, что вот это же 3-4, в принципе, грамотно было бы, потому что фиксируется пешки соперника на белых полях. Да, в 3-4 грамотно, при конях, при чистых тактучных, когда в сломбарде в коня имеется. На случай возникновения HB-слом против коня, это был бы плюс для белых. Может, прямо сейчас он H4 пойдет, например? Ну, я думаю, что если хочет пойти, то, конечно, он пойдет в G3, чтобы как-то... Но может, вот, все-таки подготовить сначала ладят С4, чтобы... Если G3, то H4 надо считаться сходом. А G6, если G3, то H4 надо считаться сходом. А G6, если G3, то H4 надо при случае считаться сходом. Я не знаю, что... G3, H4, это... Ну, может быть, это ерунда. Да, может, HGH, не соберешь гостей. Может быть, это ерунда, да, согласен. Там С4 теряется какой-нибудь сразу. Да-да, не, я согласен, что-то, наверное, вряд ли. Вот. Поэтому... Ну, на G3, я говорил, шах мне не нравился. Поэтому ладят С4, а потом G3. А что тут он делает? Он ходит в G3 сразу. G3? Ну, в общем, мы с Биорелом пока поймали мысль, что хочет он улучшить пешки. G3 Биорелу не очень понравился, он говорит. Не, ну, это была моя первая идея. Я потом думал, может, точнее, ладят С4. Ну, на ладей С6 надо просто конкретно. Мне вот конкретный ход ладей С6. Ну, может быть, на ладей С6 он имеет в виду король F1. Да, на F1 просто... Потому что потом ладят С6 нет хода из ладят Д1, и потери коня. Ну, да. Не, ладей С6 это не смотрится. Да, ладей С6 это не смотрится, тогда... А король F8, я бы сказал. Или король F6, король F8. Тогда G3 хороший ход? Хороший, плохим он быть не может. Нет. Берет поле F4 у коня и подготавливает, действительно, что мы говорили, H4 зафиксировать структуру пешечную. Да, вот покажем этот вариант легкий. На G3 есть и ладей С6 шаг. То есть белый неожиданно для соперника ходит король F1. И, казалось бы, повторилась та же позиция, но после ладей Д6, ладей Д1, связка коня, и конь теряется. Вот, поэтому... А вот я бы сейчас хотел спросить, немножко отвлечься от этой позиции. Вот спросите, когда у нас есть такая возможность, спросите у Тимура, как ему вообще атмосфера сама вот здесь в матче, например, Мира, Фактиковской галереи, организация. Это потрясающе, это замечательно. Вообще, связь шахмат с искусством, вот эта вот идея. Это идея чудесная, потому что вообще престиж шахмат надо поднимать, друзья мои. И желательно не скандалами и разборками между высшими топ шахматистами, которая привлекает, наверное, на первый взгляд. Да. Хочется, чтобы детишки захотели пойти учиться шахматом. Вот Виорел молодец, у него там учат детишек в Кишиневе. Да, шахматная академия. Вот это здорово, потому что я сейчас хочу дочку куда-то отвезти, ей уже пора, 6 лет уже пора заниматься шахматами. Понимаешь, в Москве. Я и Марка Израильевича Дворецкого спрашивал, как это сделать. Престиж надо повышать, чтобы префектуры, управы говорили, что это, ребята, здорово, давайте давать денег на шахматные школы. Кстати, я вот хочу сказать одну еще вещь в связи с этим как раз. Дело в том, что когда уже Андрей Филатов определился как главный спонсор матча, и когда Москва выиграла заявку, то уже после этого к нему обратился тоже очень известный предприниматель Геннадия Тимченко и сказал, что это, ему кажется, что это очень интересный проект. Вот это вот шахматы Верликовского дверей, шахматы, искусство. И что он тоже хочет поучаствовать, быть спонсором этого матча. И я знаю, что он выделил достаточно, очень существенную сумму тоже. И вот как раз на эти деньги, что выделил Геннадий Тимченко, как раз вот сейчас приехали дети с разных регионов России, с Владивостока, например. Да, я видел знакомые лица с Владивостока. Да, с Владивостока, еще с других городов, наверное. И Сергей Рублевский как раз с ними вчера, может быть сегодня, комментирует партии. То есть это тоже как бы детские шахматы помогают развивать детские шахматы, пропагандировать. А это, в общем-то, может тоже одна из составляющих шахмат, очень важная, как элемент воспитания детей, элемент, я не знаю, примития детям определенной культуры мышления. Это очень важно, на мой взгляд. Абсолютно. Помимо профессиональной составляющей, есть еще такая, может сказать, воспитательная составляющая. Это очень важно, на мой взгляд. Хорошо бы, чтобы шахматы снова стали модными. Понимаешь, это неплохое слово модное. Это было бы неплохо. И у меня, кроме того, сейчас есть некоторый оптимизм, сдержанный, но довольно серьезный, тем не менее. Что если вот такие люди, как, например, Андрей Васильевич Филатов и его последователи, серьезно решат заняться шахматами, и увидят действительно, что благодаря этому можно, ну, в том числе пропагандировать, например, может звучать громкие слова, но, тем не менее, пропагандировать российское искусство, вот что мы видим сейчас в Третьяковской галерее. Ведь благодаря матчу на Первенство мира гораздо больше людей узнают про Третьяковскую галерее, то, что в ней находится. А, соответственно, они узнают больше про российскую, про русскую культуру и так далее. То есть, вот, если люди увидят, что предприниматели серьезные, что действительно вот можно сделать такой механизм, я думаю, что есть хорошие шансы, что шахматы могут занять, ну, достойную позицию под правильным, и правильный менеджмент будет. Ну, вот это первая ласточка. Будем надеяться. Хорошо бы, конечно, российский шахматист какой-нибудь вышел бы в финал. Здесь есть хорошие ребята. У нас же есть замечательные совершенно ребята. Вот в конце матча будут, ну, не в конце, а ближе к концу матча тут приедут. Они подтянутся, да. И Петя Свидлер, и Саша Грищук. Владимир Крамник. Относительно молодой. Ну, и ветеран, можно сказать. Но, тем не менее, ветеран, который еще вполне в силах. Ветеран, который еще вполне в силах. Ветеран, который еще вполне в силах. Это Владимир Крамник, да. Нет, вы знаете, братцы, а я не разделяю, вот, там, молдавские шахматисты. Для меня как-то психологически все советская школа наша. Боря Минский, да. Тот же Илья. Тот же Илья, который живет сейчас далеко. Покорно, благодарю. Да, да. Но, тем не менее, я абсолютно его считаю нашим, как бы своим. За какой бы, какой бы флаг там на столе сказал. Тебе хорошо, у тебя две, так сказать. Родина и любимая страна. Я могу сказать, что болею и за Россию, и за Израиль. Мы не забыть их. Вот. И... Конечно, мы родом и все из Советского Союза. И я вот даже могу сказать, что это у нас уже никто никогда не отнимет. Это понятно. Как говорил, по-моему, кто-то говорил, не помню, что все мы родом и с детства. Тоже была хорошая такая фраза. Да, прошло вместе и в Советском Союзе. Довольно уверенно Боря вышагивает. Ну, потому что, 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 никакого облачка опасности он над собой не видит. А вот скажите, когда... Если бы за излучаемую уверенность давали бы очки, он бы уже давно выиграл Боря. А скажите, когда вот он уходит, да, когда уходит Гроссмейстер в комнату отдыха или вот так вот бродит. Как? Они стараются отрешиться или в голове перед глазами партия? Всегда позиция перед глазами. Насколько я знаю, один очень известный Гроссмейстер, который был чемпионом мира недавно, он сказал мне, что, в принципе, полезно картинку не просто подержать, а освежать ее. Оп, включать, выключать. То есть немножко вот эту картинку выпускать совсем нельзя. И они, в принципе, ее держат в голове. И Боря может отвлечься на секунду, на 10, и потом обратно включить эту картинку. То есть сидя даже в комнате отдыха, она у него перед глазами. Даже гуляет, даже смотря на красивую девушку, Гроссмейстер думает о шахте. Я больше скажу, что во время вот такого матча напряжение, оно начинается вот перед непосредственно, ну, перед матчем, и оно не покидает, в принципе, ни на минуту. Ночью, во время ужина. То есть просто напряжение, на самом деле, огромное. И вот именно тот, кто лучше справляется с этим напряжением, это стресс. Это, в общем-то, стресс своеобразный, постоянно во время турнира. Только после турнира ты можешь расслабиться. Так же, я думаю, и у спортсменов, кстати. Вот говоря, кстати, о стрессе, вот с медицинской даже точки зрения, мы сейчас подходим к тому моменту, когда вот этот так называемый третий-четвертый час, переход, вот сейчас мы как раз туда переходим, когда резко понижается концентрация внимания. И вот здесь вот как раз очень важен свежий взгляд. Важно даже при случае там где-то выпить чашечку кофе. Вот Борис Гельф, он на пресс-конференции говорил, что там ему нравится в комнате вот такие, например, закуски хорошие здесь подают. Ну, может быть, он на самом деле подкрепляется. Ну, это говорит о хороших нервах. Вот именно сейчас, кстати, вот сейчас вот 30-е годы, даже я как практик могу сказать, самые такие определяющие. То есть здесь самое большое количество ошибок допускается, неточности. И сейчас вот Гельф грамотно почувствовал момент, вот в уверенности его вот это сейчас пошла. Может быть, позиция не такая большая, может, совсем маленькая. Ну, сочетание времени, напряжение, усталость. И сейчас все вместе это может вылиться в какой-то неточность со стороны Ананды. Ну, видно чисто визуально, что Ананды излучает какое-то беспокойство. Вот чувствуется, что ему действительно он чувствует дискомфорт в этой позиции. Потому что позиция такая, она неконкретная. И он наверняка понимает, что ничего, по идее, он должен сделать, правильно говоря. Но вот как эту самую правильную игру? Потому что у белых там, они могут туда попробовать, сюда, с разных углов подойти. Позиция неконкретная. И ясно, что черные, ну, неприятные для черных позиции, прямо скажем. Хотя она, наверное, защитимая, в общем-то. И я думаю, даже готов, как и рискну предположить, что Ананд удастся ее защитить. Но видно, что... По-моему, он пошел к НЕСЕМ. Ну, вот это наш запасной план. Это мы все изучаем. Это мы все изучаем. Это мы знаем. Конь ЕСЕМ – это логичный ход, между прочим. Ну, логичный. Ну, мы так и предполагали, что он пойдет по маршруту конь в 5, D4. Единственное, что я могу сказать, что есть позиция типа позиции, когда конь на D4 прекрасно смотрится против белопольного слова. Ну, тогда у белых пешка Е4, у черных пешка Е5. В данном случае поле D4 не намазано, как говорится. То есть оно не навсегда. При нападении двумя фигурами конь оттуда прогоняется. Поэтому я не скажу, что это решение всех проблем. Перевод коня на D4. Особенно, когда уже и король белых в центре, и ладья СЕ4 может его тоже прогонять. Самый естественный ход в моем, то, что я и раньше предлагал, это здесь ход слон Е4. А я на слоне Е4 предложил, наверное, ход король Ж7 скорее. Все-таки. Причем Е4 предлагает этот ход последние 10 ходов. А он мне нравится. И может быть он даже прав, потому что короля надо включать. А он мне нравится. А он мне нравится. Подвести короля в центр в Эйншпиле нас учили еще в далекой детской шахматной советской школе. Скоро мы вспомнили про него. Нас, можно сказать, даже обязывали короля выводить в Эйншпиле в центр. Потому что без него в Эйншпиле тяжеловато приходится. И то, что сейчас белый король ближе играет роль? Да. Он не то, что ближе. Он большой роли-то не играет. Потому что сейчас не играет, потому что ладья на доске. А если ладью убрать, то он, блядь, так вырует сразу на Б5. Если бы предположить, допустим, мы это не можем сейчас на доске показать, но если бы предположить, что нет ладьи С1 и ладьи Д6, то король мгновенно сейчас тренется. Король Д3, король С4, Б5. И черным уже не удастся точно защитить. Даже после коня С8, там, кто-нибудь слон Б7 добьет уже. Это уже не удастся защитить удержать. А с ладьями? Конь против короля здесь не может бороться. А с ладьями тут другая немножко история, конечно. Ладья обрезает, отрезает по линии Д. Подрезает, обрезает и вообще режет, можно сказать. По-живому. По-живому, да. Да, слон И4 ход нормальный. Допустим, на слоне И4 Анант приготовил, ну, вдруг получится ладья И6, нападение на слона. Да, это тоже возможный ресурс. Король Д3. Король Д3, но здесь то, что я говорил, неожиданно. Вы будете смеяться? Будем, я обязательно буду смеяться. Вот это два ряд после король С4. А ладья Д2? Я говорил, что вот король С2 пойдет на Б5. Вот на ладья Д2 я для И2 специально приготовил ладья С2. Да, да, да. Получился тот самый случай, король на Ж8. И хочу, извиняюсь. Да, извиняюсь тоже. А это потому, что это самое, потому что надо вот это самое. Убрать, да. Значит, мы говорили о чем? Какой вариант? Мы говорили о том, что на слоне И4. Допустим, она... Король Ж7, допустим. Нет, мы говорили ладья И6. А, вот это о чем мы говорили. Ну, мы говорили, да. Ну, хорошо. Король Д3, ладья Д6. Немножко оперативный, правда. Ну... Ф5? Нет. Нет, ладья Д2 и ладья Ц2. А уже это Ф5? Если Ф5, то здесь надо подумать. Слон должен выходить куда-то на Ф3 типа? Здесь может быть неожиданная сдача. Слон Б7? Слон Б7, да. Слон Б7. Это в теле Фишера как раз игра. Да, и сдача этого фланга. И... Сдача. Сдача не принимается. Не, ну А4 типа пойти. И вот просто какие-то гонки устроить. А гонки тут в пользу белых очевидно. Да, и гонки всегда в этих позициях в пользу белых. Потому что он намного сильнее. Дальнобойная фигура, конечно, она здесь имеет большое преимущество.